Водитель Лады На Горьковском шоссе женщина попала под колеса автомобиля 10 суток ареста за 2 штрафа по 500 рублей Наказание для неплательщиков И забыл кого грабил и для чего Подозреваемого задержали по горячим следам Это не только ближайшие 10 минут Переходила дорогу, но вместо другой стороны проезжей части оказалась в больнице На Горьковском шоссе ее сбила Лада 14 модели Пострадавшую срочно госпитализировали прибывшие на место врачи Инцидент произошел, когда женщина шла по пешеходному переходу Что в свое оправдание рассказал водитель автомобиля, знает Лина Зинатулина Прибывшая на место бригада медиков оперативно оказала первую помощь пострадавшей После чего было принято решение о ее госпитализации 52-летняя женщина получила открытый перелом носа со смещением Врачи также заподозрили у нее сотрясение головного мозга По сути, даже по касательному бы не было Но она вперед пошла, короче А у меня уже тут даже не то, что гололед Просто в юзу машина пошла и все Я даже ничего не смог сделать Водитель отечественного автомобиля двигался в сторону Казани Мужчина говорит, что заметил женщину и начал притормаживать Но избежать столкновения все равно не удалось Женщина, по его версии, слишком резко вышла на дорогу Она дальше, ну как рванула получается Я по тормозам и у меня машину вывела Просто она покатилась, она проехала У меня, наверное, метров пять Я даже скорость, по сути, небольшая была Уже оттуда я уже начал тормозить То есть после переезда Степень вины водителя будут определять автоинспекторы С учетом тяжести и травм, которые получила пострадавшая Лина Зинатульна, Арат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112 Примерно в это же время произошло серьезное ДТП на улице Вишневского Там столкнулись три автомобиля По предварительной версии, в припаркованную Ладу Веста влетел Фольксваген Который до этого столкнулся с Ладой 14 модели Никто из автомобилистов не спешил признавать свою вину Алина Бережная о причинах и последствиях Вообще припаркованная была сигнализация сработала Я вышел, смотрел, она тут стоит Водитель припаркованной Лады Веста такого поворота событий никак не ожидал Его автомобиль пострадал больше всех И буквально лишился задней части Владелец рассказал, что оставил свой транспорт и ушел по своим делам Когда вернулся, от увиденного пришел в ужас И на месте ему сообщили, что в его машину влетел Фольксваген Который до этого столкнулся с Ладой 14 модели Я ехал, получается, по крайнему правому ряду И водитель 14-й, с левой полосы, получается, со второго ряда Резко начал перестроение Первое касание от него, меня ударом отбрасывают в Весту И уже потом я ничего не помню, потому что подушку в лицо стрельнул Провергнуть или подтвердить эту версию водитель 14-й не торопился Но и признать себя виновным молодой человек тоже не спешил Ко мне не надо, говорю, подходить Прямо вот сюда, вот мне в крыло приходится удар То есть здесь, если бы я въехал, у меня бы фары не было А тут в меня врезаются, и вот здесь вот я врезаюсь То есть, ну, вот я врезался, в меня врезались Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, никто из людей в аварии не пострадал Выявить виновника происшествия, скорее всего, придется при разборе в ГИБДД Рина Бережная, Ратнозипов, Константин Бушуев, вызов 112 В нескольких метрах от этой аварии произошла другая Возле перекрестка улиц Вишневского и Шмидта столкнулись Лада Гранта и Фольксваген Полом Автомобилисты не смогли разъехаться при объезде другой аварии В результате у отечественной машины повреждена передняя правая часть А у немецкой на марке левая задняя Никто не пострадал, водитель Лады Гранта признал свою вину Два неоплаченных штрафа по 500 рублей каждый обернулись сегодня для 56-летнего казанца 10 сутками административного ареста Срок оплаты истек уже давно, но мужчина уверял, что должником стал не со зла, а просто забыл За неуплату в установленный срок он был сегодня доставлен в суд, который и вынес строгий вердикт Знара Камалова была свидетелем того, что должник просто не мог поверить такому решению суда Я не понял Юмор за одно постановление Такого исхода событий водитель КамАЗа уж точно не ожидал В сентябре минувшего года мужчину дважды оштрафовали Первый на 500 рублей был за негорящую фару Второй на такую же сумму за нечитаемый номерной знак Но их мужчина вовремя не оплатил Рассказал, что просто забыл Но срок прошел и он стал злостным неплательщиком Штрафы удвоились, теперь мужчина должен 2000 Но для стимулирования памяти его сегодня арестовали на 10 суток Чему мужчина был крайне удивлен У людей бывает по 40-50 тысяч за две штуки В автоинспекции говорят В минувшем году из-за неуплаты штрафов в Казани под административным арестом Оказался каждый шестой должник Были как нарушители с большой суммой задолженности Так и не оплатившие самые минимальные штрафы В установленной законодательством 60-дневный срок Совместно с сотрудниками службы судебных приставов В отношении неоплательщиков административных штрафов За нарушение правил дорожного движения Российской Федерации Проведены 137 рейдов В ходе которых наложено 54 ареста на транспортные средства И 65 случаев на имущество Вынесено более 3000 регистрационных действий на транспортные средства Арестовано около 6000 банковских счетов граждан В автоинспекции отметили, чаще автолюбители нарушают скоростной режим И не пропускают пешеходов на переходах Административный арест, по мнению инспекторов, должен сократить число Как должников, так и нарушителей правил дорожного движения Динара Камалова, Азат Самигулин, вызов 112 Неучастие в торгах обернулось аферой 32-летний татарстанец подозревается в коммерческом подкупе Так, по версии следствия, фирма, которой он руководил Отказалась от участия в тендере За это мужчина потребовал деньги у руководителя второй фирмы Претендовавшей на заказ Слават Мухмадуллин узнал, чем теперь это может обернуться для подозреваемого Сказал, нет конкуренции и подкупу 32-летнего Владимира Семенова подозревают в афере с заявками на участие в аукционе по установке систем молниезащиты По версии следствия, в августе 2017 года фирма, которой руководил мужчиной Решила принять участие в торгах, объявленных исполкомом Камского-Устинского района Узнав, что кроме его организации в тендере принимает участие еще одна Подозреваемый встретился с конкурентом И предложил добровольно снять свою заявку с торгов при одном условии Конкуренты должны выплатить деньги 10% от начальной суммы контракта Такое предложение вроде бы устроило обе стороны Таким образом, в августе 2017 года руководитель данной организации передал 345 тысяч рублей По результатам исполнения государственных контрактов потерпевший обратился в органы внутренних дел Клубок аферы распутал руководитель той самой фирмы, что должен был заплатить Владимиру Семенову за неучастие в торгах Он обратился в полицию, после чего стал передавать деньги Но все проходило под контролем сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции Так, на счет Семенова поступило порядка 345 тысяч рублей По противоправных требованиям Семенова мужчина сообщил правоохранительные органы После чего все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб В результате в августе после проведения 12 аукционов Мужчина перечислял на банковскую карту Семенову денежные средства Всего на общую сумму 345 тысяч рублей Причастность к совершению преступления Владимир Семенов признал полностью Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы Признается, что пытался ограбить вот только как И зачем не помнит В Казани по горячим следам был задержан мужчина Которого подозревают в попытке нападения на цветочный магазин Рамиль Шайдулин с подробностями Пошел на улицу, а там, чтобы уже мало что помню Грабил ли в беспамятстве по кадрам с камеры наблюдения не распознать Как и лица злоумышленника, на нем капюшон Зато действия отчетливо видны Вот в полночь мужчина входит в магазин, подходит к продавцу, а вот в его руках заблестел нож В разбойном нападении подозревает этого 35-летнего казанца По версии следствия, мужчина, угрожая продавцу, хотел заполучить всю выручку Что была в кассе, но девушка не растерялась Она заговорила мужчину, протянув так еще несколько минут Не дождавшись налички, мужчина ушел Девушка не растерялась и, не поддаваясь панике, нажала тревожную кнопку Пытаясь протянуть время до приезда сотрудников охранной организации Она продолжила беседовать с неизвестным Позже девушка обратилась в полицию Подозреваемого задержали по горячим следам Им оказался ранее судимый житель столицы республики Свою вину казанец не отрицает Хотя с формулировкой «угрожал ножом» не согласен Не угрожал, просто показал Сейчас полицейские пытаются разобраться в мотивах преступления Рамиль Шайдулин, Динара Камалова, Вызов 112 Это все, о чем мы успели вам рассказать Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 Или на мобильный 8-98-69-112-112 Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте Туда же можно присылать и снятое вами видео В студии был Айдар Гумеров До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!